2016 год не на шутку грянул отменными и долгожданными хитами, например, Файнал Фэнтези 15. Принц Ноктис и его мальчишечья Свита заправляли свою навороченную машину и ехали к игрокам целых 10 лет. А как доехали, так понеслось. Наивные геройства, наездные птахи, смазливые враги, то есть все то, что так любят фанаты творчества Хиронобу Сакагути. Еще один японский долгострой, наконец, вырос в огромный этнический замок. Однако The Last Guardian запомнится игрокам не столько аскетично-экзотическими красотами, сколько своей трогательностью. Во всех смыслах, потому что трогать и хватать здесь придется все, что только трогается и хватается. Например, хвост почти ручного Трико. Хотя, на самом деле, история дружбы мальчика и неведомой зверушки учит трепетному отношению к братьям нашим меньшим. И не важно, что они больше вас в десятки раз. Я человек фортуны, и я поймаю ее за хвост. Кстати, о братьях. Uncharted 4 A Thief's End проверила на прочность братские узы Дрейков, а еще кости и Нейтана и нервы игроков, потому что приключение получилось действительно насыщенным, с зубодробительными сюжетными поворотами и сердцесчипательной концовкой. Будем скучать, Дрейк. Должен же быть другой вариант. Мне нужен ты. А вот кто точно не заставит скучать, так это неуемный отряд героев из многопользовательской стрелялки Overwatch. Эти ребята так лихо взялись за штурм игровых объектов, что вместе с ними в раз завоевали и расположение публики. Мало кто сейчас не знает весельчака Лусио и не засматривается на пушки Трейсер. А вот еще один Watch, только на сей раз Fire Watch с огоньком. Не тем палящим из всех калибров, а теплым и даже уютным. Это душевная медитативная бродилка с простой, но оригинально поданной историей. То, что нужно утомленному бесконечному сражениями сердцу. Да и пальцем тоже. Неисправимым же любителям горяченького пришлась по душе Дуль 4. Чудище и демоны. Кровь и кишки. Адское наслаждение. Еще одна заслуживающая внимания вселенная Deus Ex Mankind Divided. Игра, наглядно доказывающая, что главный трюк правильного агента – это умение мыслить вертикально. Правда, выйдет ли из Адама правильный агент или не очень – решать по-прежнему только вам. Но не Дженсеном единым живет порода хакеров и трюкачей. В Watch Dogs 2 их снова развелась целая стая. Вместо мрачного Чикаго предыдущей части шкодливые щенята теперь резвятся на солнышке Сан-Франциско и все так же охотно грызут пятки коррумпированным властям. Хорошие мальчики. А для тех, кто привык геройствовать безо всякого читерства и модных примочек, в нашем списке лучших игр года грязью и потом выписан Battlefield 1. Здесь элегантности и финтифлюшек мало – кинул гранату и мордой в окоп. Приз за элегантность, смертоносную изобретательность и стильные костюмчики достался Dishonored 2, а награда за брутальность и крученые магичества уходит в руки и лапы Total War Warhammer. На войне, как на войне, все по старинке. Зато Call of Duty Infinite Warfare дает жару в будущем, мрачном и космическом. А как надоест, можно и зомби пострелять с друзьями. Есть у нас в запасе и парочка занимательных цивилизаций. В одной, Civilization VI, мир создается с малого, а в другой уже создан, сформирован и даже захвачен инопланетными вторженцами. XCOM 2 – захватывающая игра-антиутопия, где в насильно привитом мире даже за войну приходится бороться. Считаете, что в этом году не было достойных игр? Да перечислять можно долго. Gears of War 4, The Division или Hitman заслуживают вашего внимания, а про дополнения вроде «Ведьмачьих приключений» вообще молчим. Кат, мы вас не переубедили? Ну ладно, ждите сюжет про лучшие игры 2017 года. Будет жарко. Продолжение следует...